Дорога в культуру Мы приходим в восторг, это толщинка В системе культуры города насчитывается 12 ДК, уникальных и непохожих друг на друга Пришло время отправиться в финальное путешествие В новом выпуске программы мы посетим Дом культуры имени Сергея Мироновича Кирова Поехали! Дом культуры Кирова находится по адресу Карла Маркса 7 Его общая площадь составляет 4226 квадратных метров Кажется, что он самый крупный по размерам среди всех учреждений культуры Но это не так Больше него ДК угольщиков Впрочем, он больше всех остальных Дом культуры Кирова состоит из трех основных этажей и одного подземного Открытие ДК Кирова состоялось 5 ноября 1957 года Архитектор Константин Барташевич Наиболее известный разработками типовых проектов клубов Его проекты были применены во многих городах СССР Всего 135 зданий Вот и у нашего ДК Кирова есть двойники Например, один из них находится в селе Бородино Красноярского края И носит имя Дворец культуры Угольщик Почти как наш ДК Угольщиков Впрочем, нас уже ждет человек, для которого и ДК Кирова, и ДК Угольщиков являются родными Добрый день Добрый день Расскажите, пожалуйста, как давно вы связаны с Домом культуры, с этим замечательным местом? В сентябре исполняется ровно 9 лет, как я руковожу уже сдвоенными Домами культуры В 2012 сентябре я пришла в Кирово руководителем переводом СДК Угольщиков И с тех пор работаем, поднимаем культуру, раскачиваем, ускоряем Ну, как вы можете видеть, да, у нас культурными событиями жизнь сейчас насыщена И уровень и качество мероприятий поменялись, я думаю, что работаем не зря Поэтому я искренне рада приветствовать вас и приглашаю в стены Дома культуры имени Сергея Мироновича Кирова Мы любим наш дворец, стараемся его сохранять красивым, светлым, уютным Ну, стараемся очень, потому что с 2007 года, со столетия Копейска, косметических ремонтов ни внутри, ни снаружи не было Уже дворец, конечно, просит таких ремонтов Но, тем не менее, внутри красиво, к Копейчане приходят восторг и от архитектуры, и от состояния здания О нагрузке домов культуры говорят цифры В Кирово и Угольщиков суммарно действует 34 коллектива, 15 в одном и 19 в другом Посадочных мест у героя нашего выпуска 435 Куда мы можем отсюда попасть и какой коллектив посмотреть? Попасть мы можем с вами налево пойдем, коллективы найдем, направо пойдем, тоже коллективы найдем Поэтому я приглашаю вас сейчас подняться на второй этаж, поскольку в дневное время, до обеда У нас в основном детские коллективы занимаются, это вторая смена в школе Приглашаю пройти в коллектив хореографический, называется он «Экспресс-А» в городе известный Там у нас ребята занимаются хип-хопом, осваивают азы таких вот уличных танцев Пойдемте На занятиях ребята из «Экспресс-А» осваивают элементы акробатики Обучаются основам современного направления хип-хоп и брейк-данса С удовольствием постигают азы уличных танцев как мальчики, как и девочки Поболее, залейте, залейте, залейте И Давай, давай, давай Отвечем, антира Давай, давай, давай Круто Руководитель замочит фишечку Вау Недавний хор – это олимпийский вид спорта Так что теперь готовиться к соревнованиям стало интересней, потому что это может привести к серьезным результатам Вот, будем работать Спасибо, что зашли к нам в гости Пошуми, ребят Вообще «Экспресс-А» существует с 88-го года Я уже третий руководитель здесь У меня троюродный брат сначала вел, Евгений Кучуков Потом родной брат вел, Альберт Симирман Теперь этим занимаюсь я Также на втором этаже можно увидеть стенд «Наше славное советское прошлое» На нем разместились грамоты коллективов ДК той эпохи Материалы помог найти краевед Владимир Калмогоров К слову об истории С момента постройки и по нынешний день культурное учреждение в своем названии имеет слово «Завод» Выясним, почему В общем, тогда завод был шеф То есть они полностью вливались в работу ДК, поддерживали и технически, и финансово Как только дворец был передан на баланс администрации города, естественно, все немножечко поменялось И поэтому дворец – это бюджетное учреждение, содержит его бюджет И чуть-чуть платные услуги, да, какая-то часть, которую мы оказываем населению И буквы решено было сохранить после дебатов и споров многочисленных, оставить все как есть Но сейчас мы просто партнеры в той части, что детвора завода с правкомом Очень тесные плотные взаимоотношения в заводе Кирова Не посещают наши детские мероприятия И сильная там ветеранская организация, они приходят к нам на мероприятия для ветеранов Пора перейти в зал, где нас ждет уникальный редкий образцовый коллектив Цирковая студия «Копейская феерия» А там дальше, в классе, где занимаются, там у них инвентарь всевозможный Давай шпагат Хочется прям подойти и руки пожать Вообще умночка Санятия проходят три раза в неделю, возраст от пяти до восемнадцати лет Людям постарше тоже подвластны некоторые элементы Попробуйте и вы И обруч должен крутиться вот здесь Руку не надо выкручивать наверх, ладошкой вниз Она вот ровно в сторону Вот, а дальше немножко помогаем Усложним урок, будем вращать обруч восьмеркой Мы рукой сделаем вот так Раз, два Следим за тем, да, чтобы обруч вот переграли Шот, ровно, ребра Сильно кисть бы здесь не зажимать, потому что вот так получится Она почти открыта Чуть-чуть пальцы приближем Раз, два Раз Отличная физическая подготовка, красота движений С удивительной копейской феерией соседствует победоносный коллектив «Русский вариант» Под руководством Яны Кахикала занимается более ста человек Ребята разделены в несколько возрастных групп Познакомимся со средней Занятие, обычное занятие, которое проходит у нас по расписанию Три раза в неделю мы занимаемся Вот сейчас работаем, девочки у нас стараются Мы сейчас работаем над растяжками Растягиваем себя, потому что танцор без шпагата не может Танцор Да, это не танцор Два Прекрасно, Даша, очень хорошо Только мне нужно пятки оторвать от пола Для этого нужно подколенную связку прижать Русский вариант в 2021 году отметил 20-летний юбилей Он воспитывает настоящих артистов, достойно выступающих на сцене Там, кстати, в параллель со средней возрастной группой номер репетирует старшая Спустимся вниз и посетим заодно фойе Вопрос, наверное, и задаюсь не я одна, и другие тоже Вот на этих местах, это как будто бы, да, как рамка под картину А раньше тут были картины или это так и было всегда? Здесь было два панно, по-моему, виды природы пейзажа И когда был сделан ремонт, теперь остались только рамки от панно Но мы очень удобно научились использовать вот эти поверхности под проекцию Идем по коридору к сцене На подобных репетициях артисты могут лучше проработать номер, сориентироваться в пространстве Сцена Дома культуры Кирова самая крупная среди всех ДК города И есть свои лайфхаки, чтобы зрители не увидели артистов раньше нужного времени Вот эти вот желтые полосочки, это наше изобретение Да, очень важно, потому что стоять именно за желтой полосой Чтобы из зрительного зала такая специфика, да, людей, которые готовятся к номеру, не было видно Вот если ты только встал сюда, соответственно, тебя уже зритель в зале видит По бокам от сцены балкончики В них можно установить осветительные приборы, а также переместить туда часть представления Есть и карман На сленге театралов так называется закулисное пространство Но мало кто видел помещение под самой сценой Мы используем это пространство, если вдруг нам нужно неожиданно появиться на сцене То есть убирается фрагмент пола И отсюда появляются так вот на отчетном концерте в 21 году Вот весной у нас экспресс-А делали номер И появлялись они у нас из-под сцены, чем вызвали фурор несказанный в зале Продолжаем изучать помещение рядом со сценой Конечно, при ней есть гримерная комната, в которой можно найти и раритет Таких зеркал в городе-то, наверное, штуки четыре Вот одно из них, да, это когда визит Калинина в Копейск Был в дедушке Калинина Привозились вот такие зеркала Но вообще раньше мебель была богатая Сложности возникают в реставрации, потому что высота огромная у зеркал И чтобы вот их сохранять Сейчас одно мы передаем музею из угольщиков Одно оставляем там И вот одно привезли в Кирово, чтобы приглашенные наши артисты Перед выходом на сцену смотрелись в раритетные зеркала Также, если есть необходимость для представлений, можно записывать фонограмму, партитуры и тому подобное Этим специалисты занимаются в кабинете звукооператоров Тоже тут выполнена своими силами звукоизоляция, да, видите, как полезно и хорошо бывает иногда грохотки от яиц использовать Здесь важно, чтобы было звукопоглощение также, потому что когда наговаривается текст, да, микрофон студийный Нужно, чтобы была изоляция посторонних звуков не было Мы бы с ним обязательно в будущем встретились Только все перечеркнуто страшной войной Я бы игрушки свои подарила Все, что есть у меня отдала Ну а теперь мы с вами пойдем на третий этаж здания ДК Кирова До которого не дошел косметический ремонт в 2007 году Там все как было в славные советские времена Там у нас базируется очень много коллективов Но один из кого мы можем застать сейчас в это время дня Это народный коллектив Театр игры тоже наш базовый коллектив С которыми мы делаем площадные и уличные гуляния Масленицы, ледовые городки открываем И ребята работают аниматорами на мероприятиях, которые ДК организуют А театр игры, насколько я помню, и игрушки Он ведь был, по-моему, в ДК Огольщике Совершенно верно Его отцом-прародителем был и мой наставник, и коллега Юрий Алимович Юрченко Коллектив этот базировался в Доме культуры угольщиков Там он и создался как раз таки для того, чтобы профессионально, грамотно обрабатывать городские праздники Писали специально сценарии площадных гуляний Были пошиты куклы-маски первые, первые костюмы И вот этот яркий коллектив, он потом начал гастролировать во всей области Был очень востребован Ну, дальше все это дело передалось по наследству Подхватила Маргарита Александровна Юрченко Руководство театральным коллективом Алексея Юрченко Сейчас идет по этой же эскизе только коммерческая веточка у него А Маргарита Александровна продолжает готовить копейских театралов, актеров, ребят, которые помогают нам делать мероприятия Как видите, у нас ростовые куклы бывают нескольких видов Есть ростовая кукла, которая целиком надевается на аниматора Есть ростовая кукла, которая состоит из нескольких запчастей Итак, это могут быть штаны отдельно, кофта отдельно, голова отдельно Плюс ко всему руки, ноги И самое главное, от чего мы просто приходим в восторг, это толщинка Такая толстая штука, которую надевает аниматор Самое жаркое время года Правильно? Да Проходите к нам будеть Прощаемся и двигаемся дальше Если сравнивать, допустим, с первым и вторым этажом Мы, конечно, понимаем, что здесь все так разительно отличается Созданы сметы, сметы есть, как бы сметы проверены Работу мы активно ведем, чтобы каким-то образом он добрался и здесь Но есть еще много остров более проблем, такие как протечка кровли Сколы на фасаде, поэтому нужно обследовать здесь кровлю, ремонтировать кровлю Затем заниматься фасадом, ограждением забора Ну а тут, вроде как, пока, если держится дюжик, то занимаемся в том виде, в каком есть Помещения теплые, просторные, светлые Поэтому не ропщут наши участники самодеятельности с удовольствием посещают Мы, конечно, максимально стараемся что-то отремонтировать, реанимировать, чтобы это служило еще Ну, два отвлекают, допустим, техника Ну, вот у нас тут веселые, креативные руководители экспресса Директор Португалии Александр Симмерман вызывает улыбки всех проходящих мимо этого кабинета Так что у нас тут и Португалия есть Это единственная страна, которая есть в Докаме? У нас есть страна, да, у нас есть кабинеты золотых людей Но об этом чуть позже В завершении нашего путешествия мы познакомимся с созданным недавно коллективом Грациозность танцев, которых не может оставить равнодушным Ну, это у нас танц-класс, танцевальный класс И, ну, на протяжении всех времен традиционно в танц-классе у нас так служилось Почему-то я пришла, когда в Кирово занимались бальные коллективы, коллективы бального танца Мою бытность была здесь Светлана Владимировна Русакова и образцовый коллектив «Хореографический Лада» Сейчас они перебазировались в угольщиков и имя руководит Максим Морозов Здесь у нас родился и с успехом развивается новый коллектив В январе 2021 года создали мы на базе ДК Кирова студия танца «Артрайс» Коллектив новый, руководители все знакомы Наталья Секисова, она же Наташа Болгарева, которая сама выросла в стенах Дома культуры Кирова Здесь танцевала, вела конкурсы «Первые шаги» И вот сейчас она красивый профессиональный руководитель А каким красивым бывает танец «Ча-ча-ча» Под руководством мастеров попробуем и мы Раз, два, три, четыре, два, три, четыре, отлично Можно в паре попробовать? Да, давайте То же самое с зеркальностью делаем Два, три, в сторону, назад, два, три, вперед Сейчас, да, все то же самое в сторону, в сторону, два, три Можно поворот сделать еще, два, три, в сторону, отлично Еще раз то же самое Повороти полностью Еще поворот Это большое удовольствие Удовольствие получено, потайные уголки изучены, в завершении мы посетим кабинет золотого человека И у вас интересный обзор получается? Да, командный пункт, мне все отсюда видно Если происходят мероприятия в рекреации ДК, кто идет, видно Да, поэтому так Кто идет на работу, возможно Возможно, да, хорошо задуман архитектором Ну, я думаю, и мы, и копейчане уверены, что хоть и в шутку у нас, вон кабинет золотого человека, но так это и есть Потому что без вас этого бы ничего не было И вам большое спасибо от нас, гостей вашего Дома культуры, за то, что нам все показали и провели нас Теперь мы знаем ДК Кирова лучше Спасибо за добрые слова Я рада, что вы поучаствовали в занятии практически каждого коллектива Да, это пока детские Я думаю, что эта история не заканчивается Мы искренне рады видеть вас в стенах нашего учреждения Всегда мы плотно и плодотворно сотрудничаем с компанией НСИР Поэтому добро пожаловать, всегда рады На этом у нас все Сказали бы мы раньше, но на этом рассказ о Доме культуры Кирова, конечно, не завершается Впереди еще много интересного Чего именно? Узнайте во второй части выпуска До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!